Имя советского космонавта Юрия Гагарина одно из самых известных в мире. За прошедшие полвека слава первого человека, побывавшего за пределами земной атмосферы, ничуть не померкла. Но что еще знает о полете в космос апреля 61-го нынешняя молодежь и считают ли люди и дальнейшее освоение космического пространства необходимым? С этими вопросами наша съемочная группа вышла сегодня на улице Волгограда. Как выяснилось, люди старшего поколения не только знают, что 12 апреля – особенный день в истории, пожалуй, всей планеты. Некоторые даже помнят и то, при каких обстоятельствах они услышали о покорении космоса. Сидела в школе на занятиях, и тут вдруг вбегает мальчишка в класс, дверь открывает, говорит, сидите тут, а человек в космос полетел. И тут все запрыгали, там уже не до уроков было. Такая была радость. Когда Левитан своим незабываемым голосом передал, что вот запустили космонавта, все так оживились, все обрадовались, как будто сами там причастны к этому. В то время было много единения, как-то веры в будущее. А вот те, кто родился уже в космическую эру, о том моменте, когда она открылась, знают, как оказалось, не так уж и много. Если имя первого советского космонавта молодежь называет, то вот других покорителей звездных высот мы из-за подростков так и не услышали. В 51-м году Гагарин полетел в космос. А на какой ракете полетел? На каком? В корабле. Как назывался корабль? А как отчество Гагарина? Сейчас, я ничего не помню. Не помню дату, но Юрий Гагарин полетел в космос. Так, ну, белка и стрелка там, помню, собаки первые сели, которые, ну, все так. А еще каких-нибудь космонавтов знаешь? М-м-м. Каких-нибудь еще космонавтов знаешь? Не, все, больше никаких. Как космонавта звали? Юрий Гагарин. А на какой, на каком корабле полетел? На космическом. Так назывался? М-м, не помню. В 1961-м году, 12 апреля, Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос. Как ракета называлась? Восток. И старшее поколение молодежи, с которыми нам удалось пообщаться на улицах Волгограда, оказались едины в одном мнении. Дальнейшее освоение космоса необходимо. Люди умные теперь, то все им интересно. Это, во-первых, а во-вторых, расширять границы своего познания и своего жития надо когда-то. Поэтому это важно, это нужно. А насколько сейчас важно осваивать космос, как считаешь? Ну, не знаю, может быть, чтобы узнать, какой метеоризм в нашу сторону Земли, или какие-то вот такие последствия, чтобы предугадать. Конечно, важно, в мирных целях только хотелось бы, чтобы это было направлено. Академия. 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 Продолжение следует...